Здорово, братцы! Продолжение следует... Окей? Есть. Окей. Да. Вот. Всем привет, кстати. Доброе утро. 10 часов здесь постоять. Обошлось 24 евро. И что так стояночка? Ну, зато спокойно. Правда, по ДКВ оплатил. Зато спокойно, зная, что ты с полными баками останешься. Тут поезд то даже можно. А, это заправиться, наверное. Пошел у коллега к своим, с Гертехи. Как тут, что тут? Я говорю, хрен его знает, я тут первый раз. Видите, какой у нас тут паркинг интересный. Это, я не знаю, какие-то солнечные батареи тут или что. Сам факт, что стоишь под навесом. За забором все огорожено. Тишина. Тут вроде как-то еще в какой-то ресторан можно сходить. Но я приехал поздно, ресторан уже не работал. А утром я тоже не ходил. Вот. Но, дорогое удовольствие, сами видели. 24 евро по ДКВ заплатил. Это за 10 часов. И час перестоял. Как сел раньше выехать. Ну, 11 часов стоять смысла нету. Я вчера все равно в 15-часовую смену залез. Короче, все свои девятки я уже выбрал. Что тут надо делать? Тикет поднести. А, все. Так, тикет подносишь, показывает, что ты оплатил. Считывает. И поехали. Все у них тут на тикетах. Так. А ехать куда? Прямо аж можно, да? Кирпича ж не было. Вот. Я как бы до него и планировал доехать. Вчера. Ну, да мы до него и заехали. На право. И отмениваем стороны. Затем, через 80 метров, поверните налево. Получается, здесь где-то километр от дороги съезжаешь с автобана. Ну, все хорошо. Слитая солярка с баков не стоит 24 евро. Поверните, поверните направо. На следующем повороте направо. 24 евро они дешевле. Обойдутся чем. Шутки местных парней. Не, вернее, парней не местных. На следующем повороте. Приезжих. Затем поверните налево на дорогу с круговым движением. Которых тут допустили. На следующем повороте налево. Так. Все. Заявка у нас подписана. В Германии на завтра. Правда, что-то я не забил город, но потом забью. Ну, до границы. До Страсбурга мне 850 километров. До загрузки там где-то, как Шеф сказал, что где-то там все рядышко. Грубо берем 900. Нормально. Сейчас время 9 утра. Сегодня мы сейчас 9 часов отрабатываем по Франции туда. По максимуму. Через 850 метров содержаться. Лежать в плеве. Затем через 278 метров продолжать движение прямо. Отрабатываем по максимуму. Стоим. И завтра с утра летим уже именно на погрузку. Сегодня у нас день чистой езды. Никаких других, по идее, телодвижений совершать не нужно. Видите, пасмурно сегодня здесь. Ну, жарко. 25 и очень-очень душно. Сумасшедшая влажность. Держитесь левее. Затем через 250 метров... А я проспал. Почему так поздно? Ну, проспал. Через 400 метров держитесь левее. Просто, банально, элементарно проспал. Продолжайте движение прямо. Берем тикет. Снова. Снова. И поехали. Держимся курса. Куда? На Леон. Тяжитесь. Монпелье, Леон. Вот вам сюда. Я еще вчера боялся. Как бы, заявку... Ну, как бы, загрузку взяли, но заявку не подписали. Говорю, может, дождемся подписания. Не-не-не. Все, там все-все. Клянется там, что... Все будет хорошо. Ну, слава богу, сегодня мне уже прислали заявку. Поэтому... Сейчас даже скажу. Какой мы город едем. Да, Оберкирх. Ну, я же говорю, что это вот Оберкирх. Это прямо вот на границе там рядышком. Во-первых, бумагу повезем. Город Радужный, Владимирская область. Гуд. Погнали. По Франции покатим. Может, километров... Если Биштау, километров под 700 должны сегодня мы махануть. И нам там завтра останется там... Мелочи. А это лимонные плантации, походу. Или... Или это яблоки. Но это не виноградники, точно. А вон там море. Снова средиземное. Еще видать пока. Но не пойдем никуда. Нигде останавливаться не будем. Мало того, чтобы проспал сегодня. Надо постараться завтра, как можно раньше приехать, побыстрее загрузиться. И как можно больше отработать. Может, получится. Вряд ли. Я думал, что, может быть, получится воскресенье на паром успеть. Но еще не знаю. Я спросил, когда у нас там паром. Так вообще, скорее всего, в понедельник. Если в субботу еще нельзя будет ехать. Это вот эти выходные. 20-е и следующие выходные. Еще вот в Германии по субботам будет запрещено движение. С сентября все, пожалуйста. По субботам без проблем. До 0 часов можешь ехать. А вот тут еще пока нельзя. Вот эти ограничения. Опять подкашивают немножко. Но выясним, что там с паром. Не знаю. Пока ездим. Не до парома еще. Ну, вернее, заранее уже надо бронировать. Хотя, так как он сюда шел полупустой, я думаю, назад он такой же уходит. Но все равно. Е-мое. Ты что, что так горит, что ли, на автобане? Смотрите, дымяра какой. Шел полупустой. Точно что-то горит? Фига себе. Еще все точно. Пожарные здесь. А нет, фура горит. Горит что-то у него там. Или он что-то везет такое внутри, загорелось или что? Ничего себе. Очевидно, я только случилось. Варен, как мы вовремя-то, а? Сейчас, если тут пожарные полицаи налетят, то тут хорошая пробка образуется. Как мы вовремя. Запах такой. Такое ощущение, что он какой-то... Ну, вот я не видел, правда, знака опасника у него. Но он какой-то химии. Что вот какой-то химии воняет. Да, вот и такое случается. Но мы вовремя, очень вовремя. У нас, видите, чем дальше от воря, глубже в континент, тем все, вот погодка уже распогаживается. Тучки с облаками закончились. 28 уже за бортом. Вот, красавцы. Солнечные батареи сколько наставили. Энергию солнца используют. Ну, как у нас сегодня паркинг был, да? Вот это вообще... Солнечные батареи. Давай поставим. Так давай мы их так поставим, чтобы можно было под ним еще и грузовики парковать. И за это будем 24 евро за 10 часов брать. Давай, давай. Все. Подумали, решили, сделали. Красавцы. Энергию солнца получают, получают. И плюс еще территория. Все равно же территория нужна. Единственное, что эти батареи пришлось поднять на высоту, там, 5-6 метров. Все. И под ними еще грузовики паркуют. Класс! Хватило что-то у кого-то мозга? Додумался. И сейчас бабло зашибает. Причем не детское. Вот. Что нам? 200 где-то до Леона. Перед Леоном где-то станем. 45 минут открутим. Адовые жидкости уже надо залить. 14% показывает. Топливо 40, но это в баках. Я думаю, нам хватит этого топлива. Не заправляясь. Даже сейчас двадцатку загрузим. До Беларуси должно хватить без заправки. А так 722 до немецкого города, до загрузки. По моим расчетам, сегодня должно остаться, если нигде не встрянем, на завтра на утро километров 160, ну, под 200. Смотря где станем. То есть все хорошо так. Пока тут-у-тфу по плану. Уже побережье все ушло правее. Автобан на Марсель ушел. Ну, на Марсель, на Италию. Кому надо все уехали правее. Ну, уже все. Пошли к морю. Потихоньку, только к другому. Нам же потом все равно на паром. Не успел заметить, что тут река такая большая. Но это ж не Рейн. Ой, Рейн, господи. Рейн, а тут еще как пешком до Луны. Департамент. Регион провинции Альпас. А, ну это вот вдоль Альп сейчас поедем. Эти. Пиренеи сзади остались. Альпы впереди. Они у нас будут справа. Что за речка так и не успел. Пресечь. Нормально так, хорошо бежим в этот фул. В общем-то. Поля уже вспаханы и заборонены. По два урожая можно в год снимать. Тут зимы-то никогда не бывает. Николай, коллега наш, уже человек на пенсии, свое уже отмотался. Говорит, в Испании плюс 14, говорит, они зимние куртки одевают. Так же и здесь. Тут снег, наверное, в такую циковинку, на пенсии выпадает там раз в пятилетку. Здесь, на юге Франции. А может быть, даже, наверное, тут и не выпадает никогда. Даже, наверное, не в пятилетку. Раз в столетие какое-нибудь. Куда ему тут взяться, там, у снега-то. Не пустил. Испанца эти на маленькой. Француз. Это вам не Дойчланд. Здесь немножко другие нравы. Культурные, но со своими изъянами. Что там у нас через 5 километров? Что-то опять. Засада какая-то. Да, что-то вот замедляемся. Четыре полосы. И все равно замедляемся. На карк. Все как всегда. Хорошо едем, хорошо едем. Это уже вот на седьмой автобан вышли. Который в сторону Леона идет. Марсель-Леон. Что-то опять тут случилось. Скоро узнаем, что. Не знаю, так ничего и не было. Мы и не стояли. Мы ехали там 30-40. Все, и потом опять вот понеслись. Леон-191. Опять вон эта гора. С этим замком вон наверху. Красиво смотрится. Продуманное такое место. Все видно. И защищать хорошо. И Бургундское трескать. Никто не помешает. Или здесь не Бургундское. В этих провинциях. Круто. Крепость. Вот все. Стена. Все огорожено. То есть просто так не с этой стороны получается. Как бы с северной. Отвесная скала не залезешь. А с этой вот, с южной. Огорожена крепостью, стеной. Вот там бы, конечно, было бы интересно пошвенкаться. Полюбоваться с высоты. Но отсюда уже ничего не видать. Транстира торопится. Спешит. Им надо быстрее. Что-то вон впереди опять горит. Пожарки понеслись. А там впереди француз. Он едет. Он их не видит что ли? Ну. Он едет пол полосы. Спит там, наверное. На фуре. Он пол этой, пол обочины занял. Ну, горит, наверное, не на автобане. Что-то какой-то день сегодня огненный. Ну, вон дымяра какой идет с правой стороны. Мы не увидим, чего там, походу. Девяносто, до Леона. Ох, широт какой легковых. Субрава. Ох, сколько их тут. И навалено целая куча металлолова. Маленьких. Много-много. Скипер-логистика. Здорово. Красотень. Тут тоже место такое. Великолепное по красоте. Так, вдоль реки идешь. Справа этот город, как он тут называется. Валенс, вот. Валенс, Валенс. Ветерок сегодня. Смотрите, какая там волна. Доедешь. Машина тут уж комутает. Здесь грузовикам обгон запрещен. Чего-то маленькие не сунутся медленно. Смотрите, какая. Ветеричье какой. Ну, вроде он такой. Боковой, но не встречно боковой. Вроде ничего, машина едет. Сейчас бы пустая была. Дай такой ветер еще и встречно. Вообще бы не ехала. Пустая, тем более. А что там горело так, я и не понял. Где-то оно там, в глубине. Сибирский груд. Жандармерия на следующем съезде. Не нужно нам в жандармерии. Вроде нет. Что, решили поехать? Поехали. Так, час времени остался. Надо еще полчасика проехать. Минут сорок. И думать, как раз мы получаемся там перед Леоном на объездной. А я вот не помню. На объездной. Есть у нас там стоянки? Нету. Где-нибудь приткнемся. Тут на лесной, на какой-то, на любой. Я и хочу на лесную заехать. Подальше от народа шатблю. Буду заливать эту лейку. Никак не куплю новую. А моя слегка подтекает. Не есть симпатично. Какая скамеечка побежала. Оранжевая. С. Вообще такой цвет. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Заплатим. Сим, откройся. Нажми на кнопку, получишь результат. Видите, даже у маленьких, вон, с левой стороны пролетают, у них эти целепасы стоят. Сейчас сказал, что поставим. Давай, тикет. Мягцы! Вон он. До Германии еще будет две. Вот этот оплатим, и потом уже в мельхозу, там, 10 с чем-то там. Стационарный. Этот зависит от количества пробега, сколько ты пробежал. Сказать, 50 километров в час. От расстояния я имею в виду, а там уже стационарный, без разницы. Все, Леон за плечами. Идем на восток. Подходит наш сегодняшний день к завершению. Осталось 29 минут и 4 километра. Вот, и ровно тысячу я прошел, тысячу километров. Загрузки. Получается, сегодня... Почти 700 за 8 с половиной часов. Еще полчаса проехать, и 700 километров. Ну, там дальше уже... Готовьтесь съехать с автомагистраем через день. Стоянки, ну, такие лесные. А мы сейчас на заправку будем становиться. Вот. Время полседьмого. Правда, что не знаю, как сейчас спать ложиться. 33 градуса на улице. Сейчас уже похолодало. Сегодня до 36 подымалось. Жарко, жарко. Сегодня будем стоять за 11. Еще 9-часовая пауза есть. И, может, она нам пригодится. Потому что у нас по итогу... По-моему, на полтретьего, с воскресенья на понедельник, у нас паром уже. Поэтому у нас тут нужно завтра загрузиться. По максимуму пробежать. Но это ладно. Завтра останется 190 километров до загрузки. Полседьмого. Мы выезжаем... Нет, чуть-чуть. Выезжаем в полшестого. Затем... Сейчас по восьмого, полседьмого. Да, выезжаем в полшестого. Ну, два с половиной часа. По идее, восемь начала девятого мы будем на загрузке. Сама то, что доктор прописал. Если все хорошо, как обещаю, что там у немцев все чин-чинарем, документы готовы. Ну, часа, думаю, за два-три, по идее, нас должны загрузить. Ну, это такой план на завтра. Сейчас припарковаться где-нибудь. Ну, и где нам парковаться? Затем приходите в конечные изменения маршрута. Так, паркинг грузовиков направо. Можно и на ту сторону, кстати, переехать. Если с этой стороны нет места, поехать на ту сторону. Перепроложить. Через 180 метров... ...отвечитесь правее. Через 160 метров плавно поверните налево. Где паркинг грузовиков, я не понял. А, вон, дальше. Держитесь правее. Места есть. Уже подзабиты, но места есть. Готовьтесь к первому повороту через движение. Не, а что подзабитым? Место тут еще валом. Проведьте 7,6 километров. Сейчас в душ не пойдем. Сейчас там куча народу будет. Я лучше там встану часов. Ну, что выезжать? Пораньше подниму, часа в 4. И... ...на следующем повороте поверните налево. Сходя мы скупаемся. Так, надо сюда мордой, наверное, становиться. Получается, если сюда стать, то мы по солнцу станем. А сюда от солнца. Готовьтесь через 500 метров въехать на дорогу с круговым движением. Вот сюда вот и станем только место свободное. Все на сегодня. Закрываемся. Точки... Франция. Пока все хорошо. Как будет дальше, будем видеть. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok